Вчера была информация, что из гибальцев были проблемы, но выяснилось, что дезинформировали Министерство обороны и рассказывали про Углегорск, а выдали его за гибальцево Александр Фацевич, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады. Бывших не бывает, и Миша Мазай. Это рода специального заключения свидетельства вокруг того, что происходило с вами в Углегорске. Страна не спала и пыталась выяснить, что происходит. Возможно, мешали звонками, но часть этих звонков, скорее всего, помогла и поддержала. Первое. Углегорск уже не наш. И теперь все заявления, которые были там два дня назад, что полгорода принадлежит сепаратистам, половину нам можно отменить и говорить о том, что в следующий день граница проходит по дороге Углегорск-Девальск. Ну да, но я так скажу, что два дня назад информация о том, что полгорода наше было, это благодаря 13-й батальону и благодаря нам, то, что мы держали. У нас батальон это 90-й батальон? Нет, 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 это территориальный батальон, батальон был, вот, сейчас 13-й батальон отдельный, вот, они находились на окраине города в направлении Инакева, вот, держали там упорный пункт. Это палуба, как назвал? Да, палуба. И мы, соответственно, интернаты, интернаты, какое-то время мы держали Дом культуры, так как у нас людей, количество людей не хватало, чтобы держать даже Дом культуры, мы отошли, вот, потому что заняли Дом культуры, потому что знали, что идет подмога, подмога не дошла, смысла держать дальше Дом культуры не было, нас просто задавили. Вот, и вот это вот, вот мы держали, южную часть города практически мы контролировали, контролировали, хотя нас обстрелили, по нам работали, пока уже не подошла сильная помощь со стороны Кондратьевского, вот, колонны с техникой и с личным составом. С утра там вчера была Насгвардия, Даталёра Ключицкого, подтянулся в Донбасс, мы встречали на переезде между Донбассом и Дебальцево. Сейчас очень много разговоров по поводу того, кто должен был прийти на помощь, кто дошел, кто не дошел. Я, как минимум, Донбасс и Семенчик. Потом видел, гвардейцы говорят, что были сложные бои, в том числе, к сожалению, и с Донбассом в городе, потому что отсутствовало какое-то взаимодействие между разными подразделениями, разными ведомствами. Саня, мы там с тобой довольно долго были на связи, там, день и ночь пытались состыковать все в кучу. Я видел абсолютно полное самообладание. Отдельно попрошу Локарчука записать для тебя акапельну, две песни, которые звучат, когда звонишь тебе на телефон, потому что, когда понимаешь, что там творится, набираешь, что там либо все будут добрые для каждого из нас, либо я не сдам себя без бою, причем поставленные не во время того, как ты попал в Углегорск. Только раньше, где они так чередовались друг с другом. Саня, ты реально в эту ситуацию должен. Расскажи ситуацию последних вот этих вот трех суток, когда, собственно, все началось. Мы очень много давали информации, которая нам приходила с территории ДНР по поводу стягивания техники. Четыре дня назад туда в течение трех суток в Донецке на Макеевку пошло 24 танка, 44 грузовика СБК, обо всем на каулике, обо всем на Кунгенштаб знал, что происходило в городе. И вот с момента, когда напали на блокпост за ЖД-переездом и дальше, в чат, слово тебе, я здесь замолкаю, мне очень важны слова очевидца и Миша, как человек, которого мы, в том числе и вчера, неоднократно видели, мотался туда-обратно. Сначала взгляд изнутри. Что было, что происходило без выдачи военных тайн? Ну, это коротко, коротко, чтобы, да, чтобы все вспоминать. И вот, ну, где-то 28-го числа, 28-го, 5-го утра, ну, постоянно, постоянно нас держали, в принципе, напряжение, не работала артиллерия. Ребята с 13-го батальона, корректировщики, работали в ответ. Вот. Но подтягивалась техника, постоянно подтягивалась. И 28-го числа прорвались, уничтожили один из блокпостов. На ЖД-переезде на Малую Горловку в городе ворвались, ну, что там ребят.